И всем привет, с вами я Агера, и мне постоянно говорят то, что я ЧСВ, постоянно говорят то, что я кидаю всех в чёрный список, без причины. Ну да, возможно я ЧСВ, потому что сейчас вы на экране видите то, что у меня в чёрном списке две с половиной тысячи людей, и про это сегодня мы поговорим в ролике, поэтому... Привет! Слушай, можно скрин с тобой? А ты кто? Подписчик! Что? Полетел в ЧС, додик! Ну а сегодня рекомендую вам канал Макса, это канал не только по Майнкрафту, но Майнкрафт здесь тоже часто выходит, также на этом канале часто выходит розыгрыш, и вообще мне этот канал очень понравился, поэтому я оставлю ссылочку на него в описании, обязательно подпишитесь. И да, ребят, как вы уже поняли, сегодня мы поговорим насчёт того же, почему же я вообще ЧСВ, почему я людей кидаю в ЧС без причины, ну как мне это все говорят, но нет, ребят, сегодня я вам докажу то, что я кидаю людей в ЧС только по какой-то причине, и скажу вам сразу, я сегодня вам покажу много всяких интересных скринов, переписок с некоторыми людьми, покажу вам примеры, почему же я кидаю в ЧС людей, короче, много чего интересного, поэтому ролик досмотрите до конца, и хочу ещё сказать то, что сейчас у меня ВКонтакте, угадайте, сколько непрочитанных сообщений, вот угадайте, у меня сейчас в ВК 7500 непрочитанных сообщений в ВК, и это с учётом того, что я читаю сообщения, просто их очень много, и я, ну, не успеваю все прочитать чисто физически. И хочу сразу сказать, почему же я не общаюсь с подписчиками, почему я не переписываюсь с ними ВКонтакте, почему я не хожу с ними в Дискорд, почему я с ними не играю, и т.д. Потому что это очень всё сложно, и у меня чисто нет на это времени, поэтому, ребят, сегодня, опять же, я вам покажу много всяких интересных переписок, и чтобы вы поняли то, что я в ЧС кидаю только по причине, и много чего интересного покажу. И, да, по интернету я ни с кем не дружусь, то есть, если у меня чувак, к примеру, купил рекламу, или там заказал совместку, это не значит то, что я с ним потом буду дружить, это, ну, это полный бред, по интернету я ни с кем не дружусь. И вот так вот мы плавно переходим к первому скрину, к первой переписке, сейчас давайте убью вот этого чувака, и посмотрим, конечно же, на эту переписку. Здравствуйте, Илья, у меня вопрос, как с вами поговорить в Дискорде или дружить? Короче, по-нормальному, если я набью 10к на канале, можно с тобой дружить? Ну, я ему ответил, как связана дружба с подписчиками, он мне ответил, не знаю. Ну, ребят, во-первых, как я уже и сказал, по интернету я ни с кем не дружусь, и в Дискорд не хожу, потому что я, у меня бы не хватило времени ходить со всеми в Дискорд, а выбирать людей просто вот так вот, типа, ну, с этим пойду в Дискорд, с этим нет, но я так не могу, это реально дискриминация, и так неправильно делать, уже лучше ни с кем не ходить, чем ходить там с какими-то людьми, с которыми просто вот с рандомными, нет, я таким заниматься не буду. И по поводу того, что он написал, если я набью 10к на канале, можно с тобой дружить, это просто, это, это самое худшее, что человек может написать, это то же самое, что написать, а если я тебе заплачу 5 тысяч, ты со мной будешь дружить? Да, такие люди тоже были, конечно же, всех таких людей я или игнорил, или отвечал то, что, чувак, ну, не пиши, у меня такой бред, и не позорься. Конечно же, ребят, этого человека в черный список я не кинул, потому что, ну, здесь, ну, нет какой-то такой весомой причины, чтобы кинуть его в ЧС, но я знаю то, что я должен был это показать, потому что мне постоянно пишут люди, давай дружить, давай всякое такое, и, ребят, не нужно мне такое писать, пожалуйста. Ну, а сейчас я хочу вас очень сильно расстроить, потому что из-за некоторых моих подписчиков вы будете, так сказать, страдать, потому что я знаю то, что вы очень сильно полюбили видеоролик, который назывался «Читаю глупые сообщения в ВК», и суть этого ролика заключалась в том, что я просто читал какие-то смешные, там, тупые сообщения в ВК, как-то на них отвечал, и все было смешно, все было классно, я даже записал потом вторую часть, потому что вы все просили, но третьей части не будет, а это все из-за моих подписчиков, не подписчиков, не знаю, как назвать таких людей, потому что после того, как я записал два таких видеоролика, некоторые люди сочли нужным написать мне в ВК тупые сообщения, но чтобы попасть просто ко мне в видеоролик. То есть, понимаете, видеоролик про тупые сообщения в ВК было смешно смотреть до тех пор, пока я читал глупые сообщения в ВК от людей, которые думали то, что они пишут что-то интересное, и сами не считали то, что они пишут глупые сообщения, но, понимаете, в чем прикол читать сообщения от людей, которые пишут вот такое, Агера, ты, ну там, оскорбление, хочу попасть в тупые сообщения 3, то есть, вам бы было бы смешно смотреть видеоролик, в котором я читаю тупые сообщения от людей, которые просто хотят попасть ко мне в видеоролик, нет, это нихрена не смешно, и у меня вопрос, зачем такое делать, то есть, некоторые люди просто заруинили третью часть тупых сообщений, Теперь её вообще не будет. И я даже не буду у вас спрашивать, а хотите третью часть тупые сообщения в ВК? Потому что, как я уже и сказал, её не будет. Потому что мне эту рубрику заруинили мои же подписчики. И это, если честно, очень обидно. Ну окей, смотрим дальше. Это ты мне сейчас в ДС написал, да? Сколько стоит совместка? Я ему отвечаю, какая разница, сколько она стоит, если ты её покупать даже не собираешься. Значит, ты настоящий. Просто Агера всегда отвечает, сколько стоит то, сколько стоит это. Ну и я его кинул в ЧС. И кинул я его в ЧС не по той причине, что он у меня там не купил совместку. А по той причине, что, во-первых, меня бесят люди, которые мне пишут, сколько стоит реклама, сколько стоит совместка. Потом, когда я им отвечаю, они мне пишут, ладно, Агера, прости, я этого покупать не буду. Я просто хотел, чтобы ты мне ответил. То есть, ребят, зачем тратить моё время, если я много раз говорил то, что пишите мне только по делу, пожалуйста. То есть, ну, непонятно, зачем такое делать. Но, в любом случае, во-первых, да. Во-первых, он мне написал сначала глупый вопрос. Это ты мне сейчас в ДС писал? То есть, понятно, что в Дискорде я ему не писал, потому что зачем мне какому-то левому человеку писать в ДС? Абсолютно незачем. Поэтому я на это даже и не ответил. После чего он, не дождавшись ответа, написал мне, сколько стоит совместка. Но тут понятно то, что он её не купит, если он такие глупые вопросы задаёт. Ну и да, он сам признался, написал мне то, что, конечно, он её не купит. Он просто, этот, проверил, настоящий я или нет. Ну, то есть, вообще, просто полная ахинея. И да, опять же, это очень-очень грустно. Но что, что я могу поделать? Вот, конечно же, я его кинул в ЧС, потому что, опять же, как вы знаете, меня бесят люди, которые мне пишут не по делу. И поэтому, ребят, пишите мне по делу, пожалуйста. И, кстати, хочу ещё развеять такой миф. То, что некоторые люди думают, что я отвечаю только по поводу рекламы. Нет, я также отвечаю по важным сообщениям. То есть, по сотрудничеству. Просто, если какое-то сообщение важное, я на него отвечу. Но не на сообщения по типу, Агера, давай поиграем, Агера, давай дружить. То есть, нет, в большинстве случаев я это или игнорю, или не считаю, или играю в ЧС, если меня спамят. Итак, смотрим следующий скрин. Агера, скинь мне 10 рублей, по-братски, пожалуйста, на киви. Он мне написал это капсом, на что я ему ответил нет. И он мне пишет, почему? Ну, я ему написал, потому что ты капсом пишешь долбень. Ну, и тут я его просто, так сказать, потроллил, ну, и кинул его в ЧС. По поводу этого, здесь всё предельно просто. Ну, объясняю для тех, кто не понял. Почему же я его кинул в ЧС? Да потому что просить деньги у других людей, это даже, как по мне, низко. По крайней мере, я таким никогда не занимаюсь. Нет, попросить у друга денег, это нормально. А вот просить у левого чувака, и ещё и понимаю то, что этот человек, к примеру, богатый. Но я не говорю то, что я там богатый. Просто я говорю то, что чувак думает, что я там ютубер, поэтому я ему скину деньги. Нет, я никому не скидываю ни 10, ни 20, даже ни рубля я не скидываю. Потому что если я скину одному, будет некрасиво, если я не скину другому. А если я скину тысячи людям по рублю, даже нет, по рублю это ладно, это тысяча рублей, но если, к примеру, тысячи людям там по 100 рублей, сами посчитайте, сколько это получится. Я только что, кстати, открыл просто свой черный список и там полистал и пооткрывал странички рандомных людей, которых я кинул в ЧС, и, ну, большинство из них это просто спамеры или люди, которые меня беспричинно оскорбляли, но вот тут кое-что нашел. Агерочка, ты же братанчик, да, можешь подогнать лицуху майна, пожалуйста, ты мой любимый ютубер по майну, просто норм играть не могу, слабый ПК. Короче, дальше он там ничего такого интересного не пишет и, да, конечно же, я этого человека кинул в ЧС, тут много причин. Во-первых, само сообщение просто противное, сами вслушайтесь, Агерочка, Ку, ты же братанчик, да, это уже звучит как какая-то провокация, то есть, типа, ну, если братанчик, кинь мне лицуху, то есть, это реально неприятно читать. То есть, я просто представляю, как этот чувак подходит к какому-то рандомному дяде на улице и ему говорит, вы же братанчик, да, дайте мне 10 рублей. Нет, я, конечно, не знаю, возможно, этого человека учат так родители то, что по жизни нужно просто попрошайничать, но, как по мне, это вообще ненормально и, ну, я не знаю, как так можно. Вот, и, короче, в принципе, всё. А, нет, также ещё по поводу лицухи, да, ну, как я и говорил, я не люблю попрошайников, которые пишут, типа, скинь мне 10 рублей, дай мне лицуху, давай запишем видео и т.д. То есть, это очень-очень глупо. Это то же самое, что подойти к какому-то, опять же, дяде на улице и сказать ему, дайте, пожалуйста, 10 рублей или ещё что-то, это низко, это, ну, ненормально. Вот, короче, в принципе, на этом всё. Вроде как я попросчитывал такие сообщения, самое, ну, в пример показал вам сообщения, на которые я, ну, не отвечаю в большинстве случаев, ну, на некоторые я здесь ответил, чисто, чтобы вы понимали, что у меня в голове происходит, когда мне это пишут. А так вообще на такие сообщения я реагирую двумя способами. Или просто игнорю, или кидаю в ЧС, потому что никак с этим ничего не поделаешь. И, ребята, у меня просто реально просьба, пожалуйста, не пишите мне глупые сообщения, потому что, во-первых, как я уже и сказал, третьей части глупых сообщений уже не будет, потому что мне заруинили её именно мои подписчики. Также, прежде чем мне что-то писать, даже если вы думаете то, что это важно, пожалуйста, подумайте внимательно и перечитайте это своё сообщение несколько раз. И подумайте ещё раз, реально важно ли это или всё-таки не нужно тратить моё время, если это не важно, потому что, как я уже и сказал, я отвечаю только по поводу рекламы и только на важное сообщение. Поэтому, ребят, я очень надеюсь на ваше понимание и надеюсь то, что мне не будут спамить, не будут писать какую-то хрень, потому что, опять же, в ролик вы не попадёте, если вы мне будете это писать. Вы лишь потратите своё и моё время. Вот, короче, всё, вроде как я всё объяснил, и поэтому давайте мы уже затащим эту катку. Если что, извиняюсь, если вдруг кому-то стало обидно, если чьё-то там, чьё-то сообщение попало в ролик, но зато этот человек будет понимать то, что, ну, такое мне, в принципе, не нужно было писать, потому что это, опять же, неприятно. Я надеюсь то, что он хотя бы задумывается. Короче, ребят, спасибо всем огромное то, что досмотрели этот ролик до конца, надеюсь то, что вы его досмотрели до конца. Поставьте лайк, напишите интересный комментарий, не спамьте мне в личные сообщения в ВК, и вообще не только мне. Любым ютуберам, если у них открыта личка, ну, не пишите им не по делу, типа, это неприятно, серьёзно. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok